День серой вороны отметили в югре. Эта птица первой прилетает на север, поэтому ханты и манси считают ее вестником весны. Кроме того, ворона покровительница матерей и младенцев. Появление ее настоящий праздник, с которым у коренных народов связаны древние традиции. Какие узнал Кирилл Волконский. Ну вот так вот встречают гостей на Нижневартовском дне вороны. Получается, что катают прямо при входе уже на оленях. Такой национальный колорит. Позитивнейшие эмоции и это причем только начало. На праздники, в этом году его провели на базе отдыха «Радуга», место и занятие нашлось для каждого. Детвора могла продемонстрировать силу и ловкость во время состязаний по национальному договорью. Или же покорить всех самодельным костюмом, переодевшись главной виновницей торжества. Одним из самых ярких карнавальных нарядов у Евстоли и Шушариной. Меньше чем за час юная вортовчанка стала звездой местных социальных сетей. Это воронедень. В этот день прилетают первые вороны. Весна наступает. День прилета вороны в Нижневартовске отмечали не только жители города. Гуляния объединили гостей из Ханты-Мансийска, Сургутского и Нижневартовского районов. И даже Ямала. Организация на высшем уровне. Мне понравилось. Нас празднуют не так масштабно День вороны. У нас самые такие масштабные праздники – это Дни оленеводов, которые проводятся каждую весну по всем муниципальным образованиям. Оценить гостеприимство хозяев праздника можно было и отведав блюда национальной кухни, приготовленные здесь же, в Чуме, на костре. Пироги с начинкой из дикоросов, уху из местной рыбы и похлебку из оленины. Мы хотим показать настоящую исконную культуру коренных жителей. Чтобы наши горожане могли именно воочию увидеть настоящую культуру и быт коренных жителей. В настоящих костюмах, в настоящей танце, песне. Показать именно вороне день в том свете, выставить его, какой он есть на самом деле у коренных жителей. День вороны – это такой же праздник, как и все наши российские праздники. И мы должны вместе его отмечать и встречать. Вот даже сколько людей сегодня пришло, детей сколько здесь. Ну, конечно, заскучились из-за ковида, наверное, и по хорошей погоде тоже. Но, тем не менее, мне кажется, праздник удался. Вспомнили на празднике и о знаменитом югорском художнике Геннадии Райшеве. Акварелью в технике «Холодный батик» художники со всеми желающими воспроизвели несколько последних работ мастера. Копии будут храниться в музее Нижневартовской арт-резиденции. У меня не одна работа, а несколько работ Райшева за основу, конечно, взятой. Все-таки полностью передать тематику и все детали невозможно, потому что это все-таки батик, а не лист бумаги или ткань. Для тех, кто не обладает талантами живописцев, концерт и мастер-классы, во время которых можно было своими руками изготовить национальные сувениры, например, куклу Акань или помочь сплести солнце, которые стали украшением праздника. Кроме оленей, гостей на праздники встречали корабейники, раздавали вот такие вот сушки с ленточками. Повесить их можно на березу или на вот такие замечательные яркие стенды, пожелать богатства, здоровья, счастья или любви. Но, как говорят, вне зависимости от того, куда ты повесишь эту ленточку, желание обязательно сбудется. Причем не одно, а все и сразу. Кирилл Волконский, Андрей Клиницкий. Вести Югория. Нижневартовск.